Особое мнение на 101FM Ситуации, в которой оказалась российская И в которой может оказаться и кировская экономика В том числе и из-за коронавируса Два часа сейчас в дневном развороте Пытались обсуждать меры поддержки Те, которые предложены властями страны Но ни до чего, в общем-то, не договорились Потому что пока вообще никто не понимает Как это будет работать, будет ли это эффективно Что будет с бизнесами В том числе с малыми бизнесами Потому что вчера Я видела огромное количество сообщений В социальных сетях Это касается в первую очередь Конечно же Москвы, когда люди с именем Люди с репутацией призывают всех своих знакомых Идти и покупать товары И услуги именно на предприятиях малого бизнеса Почему? Потому что оборотка, оборотка, оборотка То есть если сегодня У этого товарища не купишь булку Завтра ему нечем будет заплатить Вы правильно говорите, что для зачина Чтобы мы понимали, малый бизнес Он работает на быстрых оборотах То есть небольшие объемы, но быстрые обороты То есть у него должно в две Ну максимум в месяц Должен осуществлен быть один оборот Иначе он не выживет А следовательно, учитывая, что на две-три недели Остановка деятельности Это гибель для бизнеса Все Мы можем, Валерий Николаевич, предположить Какие отрасли прежде всего пострадают Вот от той ситуации, которая сейчас складывается Ну прежде всего пострадает торговый бизнес Торговый? Да То есть не туризм? Туризм уже все, он закрыт А, то есть все вообще нет? Нет такой отрасли в российской экономике больше? Сейчас нет, он закрыт, а дальше оно поднимется или нет? Скорее всего поднимется, потому что Есть соответствующее соглашение с правительством У турагентства, ну у них есть соответствующая ассоциация Которая подписала соглашение еще несколько лет назад с правительством Что в случае каких-то чрезвычайных ситуаций Создается страховой фонд Который поддерживает и нейтрализует убытки турагентств Сложнее это в другом Эти выживут ребята Им потом возрождятся и так далее То есть к ним, на них меры поддержки распространятся Да, конечно, они автоматически уже заложены А вот идет речь о том бизнесе, который реально существует Обеспечивает жизнедеятельность Повседневную жизнедеятельность людей на местах Вот этот бизнес, он, конечно, грохнется по полной программе Более того, если вы обратили внимание Крупный бизнес уже разместил обращение к правительству Российской Федерации О том, что, учитывая, что резко упали обороты ритейлеры Это про торговлю мы сейчас говорим Да, про торговлю Мы же говорим, что замкнутый цикл обеспечивается тем Что все произведенное реализуется и доводится до потребителей А, следовательно, в первую очередь торговля на сегодняшний день Если остановится, то дальше цепочка прерывается Замкнутого цикла возвратности средств для реального бизнеса Для производителей Для производителей, совершенно правильно Следовательно, они сегодня говорят, что по их подсчетам Они понесут убытки и не смогут выполнить свои обязательства на 1 триллион рублей за 3 недели Они сообщают Это в целом по стране? Да, да, да Это в целом по стране? Да, да, да Ну, извините, это серьезные вещи Если они не выполнят обязательства, дальше они будут закрыты и обанкротены Поэтому эта тема очень серьезная Валерий Николаевич, а там о каких сетях, собственно, шла речь? Ну, я так понимаю, что идут вот эти самые основные наши сети Которые легко перейдут по пальцам Федеральные сети Конечно, конечно Пятерочка, Магнит Они являются основными поставщиками продуктов Слушайте, если вот компании с таким, ну, как бы, немаленьким оборотом, как мне кажется Все-таки огромной сетью заявляют о проблемах То что мы можем говорить про небольшие магазины? Вот об этом-то идет речь И мы должны вспомнить, если вы смотрели передачу Она периодически идет Это 20 вопросов к Путину Она уже не идет Ее уже прикрыли временно Потому что не актуально все, что он там рассказывает Более того, не актуально, а как раз актуально Одна из передач была посвящена малому бизнесу И он прямым текстом сказал, что малый бизнес – это жулики и воры А, следовательно, единственный путь, которого малый бизнес будет поддерживаться – это Бизнес, который будет находиться в системе обеспечения крупного бизнеса С актуальным текстом было сказано Что это такое? Я еще так удивился Это кто же допустил такие вещи, чтобы президент такие слова мог произнести По сути дела, я на следующий день уже начал работать Может, его вот-то неправильно поняли? Ну, конечно, неправильно я понял Вот человек с Луны упал, и он неправильно понял Ему еще уточняли, и говорят, мы правильно ли поняли? Он говорит, да нет, в данном случае вы правильно поняли Потому что какие-то странные 20 вопросов То у нас средний класс зарплаты от 17 тысяч рублей Это вот то, что вы говорите Да, да То есть, понимаете, если теперь это все вложить в одну логику, то... Получается, что малый бизнес от государства помощи не дождется Не дождется То есть, оно априори было заложено, что его и не должно существовать как такового Потому что государство наше, оно считает, что малый бизнес на сегодняшний день – это вор и жулики Все Слушайте, Валерий Николаевич, так ведь есть хороший выход Все же можно национализировать, и как в Советском Союзе Вот вы затронули сейчас очень важный и сложный вопрос, который многие не понимают Вы знаете, я два месяца назад специально проводил со своими товарищами анализ А что такое госкорпорации? И мне было интересно На первый взгляд, государственная корпорация – это объединение фирм, предприятий В отдельных отраслях или нескольких отраслях, которые контрольный пакет принадлежит государству Ну, вроде бы нормально, это национализация, по сути дела, такая экономическая произошла Где государство имеет контроль и управляет всеми процессами По сути, переходит на плановый механизм экономического развития Но когда я начал анализировать Роснефть, Газпром, Ростехнологию То оказалось-то сумасшедшие выводы, что основная собственность находится в руках конкретных лиц И находится она в офшорных зонах То есть сам офис зарегистрирован у нас И когда я по Ростеху посмотрел одно только из направлений, это автопром Оказалось, что 96,66% акций принадлежит офшорной компании в Амстердаме В общем, это какая-то неправильная национализация, Валерий Николаевич Потому что, знаете, вроде как принадлежит государству Но зарплаты топ-менеджеров почему-то определяют сами Сами топ-менеджеры и коллеги по компании Я скажу вам, больше того, оно даже не принадлежит нам Оно принадлежит нам в офшорной компании Слушайте, поэтому я закончу мысль Когда мы говорим о том, что малый бизнес должен обеспечивать прежде всего госкорпорации Вот эти вот крупные компании Либо крупные бизнесы, где есть доля государственного участия Это Путин так сказал? Это сегодня политика идет И мы сегодня в биотехнологическом кластере Выходим на, скажем, по одному из проектов Мы вышли на Транснефть Это структурное подразделение Не-не-не, я хотела уточниться только именно Что крупные компании с участием государства Сегодня для того, чтобы получить субсидию развития Или заказ на твой произведенный продукт Должна участвовать в этом процессе крупная компания Понятно Госкорпорация То есть крыша у тебя должна быть Совершенно правильно Русским языком говоря Извините Если мы посмотрим работы Ленина Империализм как высшая стадия капитализма У него это все написано Там написано еще в 16-м году было Поэтому все вот откройте Это прям букварь Которая дает ответы на то, что сегодня происходит Только название банков меняйте Корпорации меняйте и так далее Так, Валерий Николаевич, хорошо Вот механизм, как его видит государство Вы озвучили Да Вот Но этот механизм, он все равно сразу сейчас не заработает Стоп, стоп, стоп Государство, исходя теперь из того, что мы озвучили Следовательно, малый бизнес будет иметь поддержку От крупных компаний, которые выживут И которым компенсируют из 300 миллиардов Выделенных государств Они будут нацелены на то, чтобы компенсировать убытки А зачем крупному бизнесу компенсировать убытки малому бизнесу? Слушайте, так они же его обслуживают А если не обслуживают, нет А если не обслуживают, все, дальше умерла Два часа здесь сидели, люди разговаривали, да? Ни о чем И будут еще несколько дней разговаривать ни о чем И ничего толком не будет Выживаемость малого бизнеса на сегодняшний день Это в собственных руках этого малого бизнеса А как он выживет, если ему запретили вообще работать? Все Вопрос вот такой Другое дело, что вызовут в этой ситуации только те малые предприниматели Которые находятся в замкнутом технологическом цикле Ну, допустим, Дороничи, Глобус Как производственная реализующая система Но они не совсем малые все-таки Да А я вам говорил, что они-то Понятно, о чем идет речь А я говорю точно по такой же модели Когда, помните, несколько лет назад Мы провозглашали тему О том, что должна быть действовать система Все для вас Когда мы малый бизнес Кооперация какая-то вы имеете? Да, да, да Кооперация вот этих разнородных бизнесов В единую замкнутую технологическую цепочку Вот такие цепочки сегодня выживут Кооперация выживет сегодня Кооперация А все остальное нет? Все остальное кирдык Все остальное нет Если мы возьмем все-таки сегмент Не тот, который, ну, как бы Что-то производит и что-то продает, да Например, ну, реализует какие-то там товары А если мы возьмем рынок услуг Развлекательные какие-то бизнесы Еще что-то Я не знаю, конечно, как вот сегодня в Кирове Вчера же вы видели, наверное, да Распоряжение Голикова О том, чтобы закрылись все развлекательные центры Все генотеатры Сегодня замминистра Там тоже выступала культура Вот, все что угодно, чтобы закрывалось Я знаю, что в театрах продлен мораторий На прием зрителей, да До, там, по-моему, середины апреля Если государственные какие-то развлекательные учреждения Я еще понимаю, что там их как-то поддержат Потом они откроются И как-то там, может быть, начнут восстанавливаться То, что будет с частниками, вообще непонятно Чего непонятно? Ну, подождите, кинотеатр это все-таки не маленький магазин Вы понимаете, вот звучит Я не знаю, здесь озвучивалось ли нет Но звучат такие предложения Что необходимо сделать ревизию потерь малого бизнеса Соответствующе подготовить реестры И продумать компенсационные нормы А кто будет ревизию-то проводить? Я об этом и веду речь Каким образом это сделать? То есть, если это делать То это должно уже быть сделано вчера А на то, что объявить Кто там закрывается и так далее Дайте нам соответствующую отчетность За предыдущие вещи Сколько вы понесете потерь И таким образом действует какая-то модель Которая реально говорит о том Что да, мы будем заботиться о том Чтобы бизнес этот, ну, сохранить В данном отношении и звучит следующее Ну, хорошо, если арендуют У государственного предприятия Или у муниципалитета Какое-то имущество Можно решить этот вопрос Арендной платы Ну, сегодня вот Юрий Шемензон Буквально на заседании Гордумы Час или два назад предлагал И эту меру, по-моему, еще и на федеральном уровне Была озвучена Заморозить, я не знаю Дать отсрочку по арендным платежам На аренду муниципальных квадратных метров И областных государственных Фишка-то заключается Отсрочку А я говорю о компенсации А, вы говорите о том, чтобы Отсрочка я все равно должен Где-то взять потом И за это заплатить Где-то найти эти деньги Конечно Вопрос-то Если с муниципалитетом Мы еще можем найти эти выходы И реализацию Муниципалитет свои потери оценит И из бюджета Государственного получит компенсацию А вот если я у частного это арендую Я ему не заплатил У него что же Я ему не заплачу Он тоже разорится Понимаете, то есть цепочка-то начинает действовать Поэтому вопрос решается Ну, абсолютно Я бы сказал так сказать Здесь должно быть конкретное И абсолютно понятное решение А не полумеров Не полурешение Но решения-то нет Вы говорите, оно должно быть вчера А оно вчера должно быть А оно будет? Да не будет ничего Ну что вы Все, то есть мы опять возвращаемся Я вспоминаю 13-й год Когда объявили о том, что идет кризис И мы тогда собрались и разработали свою программу На... Мы, это кто? Мы тогда Ассоциация защиты прав малого бизнеса Да, НПБТК Биотехнологический кластер И в конечном счете Я должен сказать, что Политическая партия Родфром Тоже участвовала в этом процессе Мы тогда разработали 13 мер Программу, что мы должны в регионе сделать Для того, чтобы минимально зависеть Подождите, мы или власти региона что должны сделать? Мы, я имею ввиду, власти должны делать То есть программа была разработана И мы сказали Подтянем поиски И в рамках этой программы Готовы засучить уркава И работать И мы не почувствуем этого кризиса Знаете, чем закончилось это? Чем закончилось? Возбуждением уголовного дела Против товарища Торула Ой, а за что? За то, что я эту программу предложил Подождите, нет Я как депутат Не такой статьи в уголовном кодексе Нет, так они уже там сказали Что провели несанкционированный митинг И так далее Хотя я это проводил в виде встречи С избирателями Мне же надо было программу не от себя давать А программу от людей надо было давать А в то время вы были депутатом Законодательного собрания И тогда вот они попытались Подвести под то, что я провел Экстремистское мероприятие 186 человек тогда пять раз вызывали На дознание Они давали свидетельские показания Но надо отдать должное Что ни один против меня не дал показаний Понимаете? Вот это надо Пять раз их ломали Хорошие люди Да Поэтому Это был 13-й год Я не для того сказать Что вот такой хороший Торула Нет Не, не, не Валерий Николаевич Это был 13-й год Сейчас 20-й И опять те же самые грабли Да Да Но тогда я был для того Чтобы что-то хотя бы Альтернативу предложить своевременно А сейчас такого-то нету никого Кто-то предложит-то Ничего нету И вот я сейчас После предыдущей передачи С ребятами Смотрю Они так смотрят На меня растерянным взглядом Вроде бы солидные ребята Все Да Потому что никто не понимает Что делать Не понимает, что происходит Потому что никто не понимает Как долго это будет происходить Конечно То, что происходит А вот это уже Стратегический вопрос Причем он касается Не только нашей территории И России А касается уже международного вопроса Вообще-то Ларчик открывается Очень просто Никто об этом Чему-то не говорит Или если говорят То об этом умалчивают И тема-то Она касается Энергетического кризиса Нефтяного кризиса И для того Это одно на другое Наслоилось Как-то очень Нет, а вот дальше Если бы не было коронавируса Придумали бы что-то еще Кто придумал-то, Валерий Николаевич Подождите Коронавирус придумали? Конечно Конечно Ну я учитываю, что я с биотехнологами Тесно контактирую Подождите Подождите Вот сейчас давайте Да Коронавирус это придумали Это искусственный вирус Коронавирус появился в Китае В январе Он проявился Не придумали Хорошо, проявился в Китае В январе А нефтяной кризис-то случился Ведь недавно совсем Когда мы отказались подписывать соглашение Ну слушайте Слушайте внимательно Нефтяной кризис Он уже длится давно Это сирийский кризис По сути дела Это ближневосточное движение Это весна Так называемая Когда необходимо было Для Соединенных Штатов Америки Создать благоприятные условия Завивания рынка И они за последние два года Взяли с 8% рынка Довели уже до 11,5% Это мы сланец имеем ввиду Да? Сланцевая нефть? Какая разница? Сланцевая нефть Действительно сланцевая Цена, которая у них По себестоимости Это 40 долларов И поэтому им надо было держать Ну слушайте внимательно Я слушаю, слушаю Валерий Николаевич А то вы так качаете головой Нет, я слушаю, слушаю Так вот, право первой брачной ночи Получили в Сирии Россия Роснефть На сегодняшний день Эксплуатировать практически Все освобожденные территории Себестоимость нефти Сирийской 5 долларов Плюс Соединенные Штаты Америки Попытались Сохранить свои 11,5% Вот этого рынка И ограничили Возможность Ирана Ирану запретили Сегодня торговать Иранской нефтью Для того, чтобы Сбалансировать ситуацию И сохранить Но Россия сказала Хорошо, ребята Вы наши партнеры Ирану Давайте через Сирию Мы будем запускать Как будто мы это добыли Эту нефть Так это же обман Вы не мне это говорите Зачем вы мне это говорите Вы зачем мне это говорите Я говорю о том Что идет война Вот я о чем говорю А теперь о коронавирусе Коронавирус Это была специальная ситуация Ведь Мы столкнулись Что две коалиции На сегодняшний день Крупнейшая коалиция Соединенные Штаты Западная Европа Россия И ближневосточный Там мир Какой-то Плюс союзники Есть определенные У России В этом отношении В крайнем случае Китай Точно союзником является Потому что он Заинтересован В разрешении Вот этой вот Сферы Передела Сферы влияния И так далее И там подобное А Россия Как раз этим занимается И в этом отношении Стала Дилемма Что Применять оружие Летальное оружие То есть Которое Может уничтожать Людей А сирийские Вопросы Донбасс Показывает Что Легко Выпустить Джина Из бутылки Подождите Перед кем Стала Дилемма Дилемма Перед США Стала Перед Россией Стала И так далее Она стала Реально Перед этими Коалициями Конечно Перед коалициями В результате Вот этого Разрешения Сирийского кризиса Вы видите Периодически Турция пытается Тоже влезть туда Потому что ИГИЛ Поставку нефти Для США И поставку нефти Для Турции То есть Это все Не случайные вещи В конечном счете Все отлично Понимают Что Передел Экономические меры А он идет Этот передел Он всегда сопровождается Некими военными действиями Вот этот вопрос Стал Какое оружие Применять И дальше Появился Вот этот Коронавирус Вы обратили внимание Так откуда Появился Вы обратили внимание Что как только Этот коронавирус Проявился В Соединенных Штатах Америки Трамп тут же Сделал заявление А у нас Есть антидоты А ну то есть Вы все таки Вот в эту Конспиративную теорию Как бы в эту сторону Не конспиративную Я участник Того процесса С 2007 года Когда Соединенные Штаты После событий 11 сентября Создали специальную Структуру При Госдепе По влиянию И созданию Своих центров Биотехнологий По всему миру И в данном отношении На постсоветском пространстве На сегодняшний день Существует В Грузии Две базы В Казахстане Одна база В Узбекистане Они пытались У нас здесь В Кирове сделать Но к сожалению Или к счастью Для них Не прокатило Там Турула Может к счастью Для нас не прокатило Да-да-да Турула Там попытался Им сказать Ребята А что вы там хотите Так подожди То есть вы считаете Что коронавирус Это дело рук американцев Три вируса Соединены На сегодняшнем На генетическом уровне Три вируса В этом коронавирусе Это вирус Летучие мыши Вирус змеи И вирус приматов Приматы Это как переходная цепочка Родственная по генетике Для человека Чтобы был восприимчиватель Так мы от экономики Немножко вот ушли Да Это не экономика Это вот и есть как раз Экономика А для того чтобы Теперь нейтрализовать Вот эти все возмущения Малого бизнеса Там рабочего движения Коммунистического движения И так далее Объявляется такая же ситуация Как военное время Военное положение Мы находимся На военном положении Где принимаются законы О выходе там Человека за пределы Куда-то Вплоть до судебной Вон сегодня Индия Слышали? До семи лет тюрьмы Да, я слышала В семи лет тюрьмы Все должны сидеть дома Вот о чем идет речь Вы понимаете? Я как военный человек Эти вещи отлично понимаю К сожалению Все не могут сидеть дома Валерий Николаевич К сожалению, малый бизнес Он активный И он будет нарушать Эти все правила Ему надо выживать И в данном отношении Мы будем иметь Достаточно серьезную Еще проблему В том, что С одной стороны Государство не проявляет Интереса и заботы О малом бизнесе Чтобы его сохранить И он стоит на грани выживаемости А с другой стороны Бизнес вынужден будет Работать для того Чтобы выжить То есть Реально Объективно Будет конфликт Между государством И малым бизнесом Сейчас, когда мы говорим О том, что бизнес Будет вынужден работать Мы допускаем Ведь, да, что малый бизнес Это не только собственники Этого малого бизнеса Это и какое-то количество Все-таки сотрудников Которые, если малый бизнес Не будет работать Просто останутся без работы Значит, вот смотрите Ну, учитывая, что С 7-го года Наша ассоциация существует Я, значит, глубоко погружен В отдельные виды бизнеса Не только торгового В отдельные виды бизнеса Где четко представляю себе Что малый предприниматель Это, по сути, человек Занимающийся всей черновой работой Круглосуточно А остальные просто У него находятся В этой цепочке Выполнения каких функций И если он хотя бы На минуту остановится У него развал произойдет Этого бизнеса Это достаточно сложная Такая структура Но где вы правильно говорите Присутствует там В среднем у нас по области Подсчитали Где-то 10-12 человек Наемных сотрудников Да Наемных, которые участвуют В этом бизнесе Поэтому мы считаем Что малый предприниматель По сегодняшнему статусу Вроде бы предприниматель А по сути Это самозанятый человек Который вместе с другими Создает некую компанию Кооперацию осуществляет Таких же людей Которым надо выживать Создает некое объединение Который платит зарплату И налоги Да, да, да Совершенно правильно Но с точки зрения Своего выживания То есть Свой бутерброд С маслом и икрой Он получает только на том И здесь Путин прав Что он где-то уходит От налогообложения Не нарушает чего-то И так далее Да, может он не нарушает Валерий Николаевич У нас ведь, знаете, закон Такой, что можно его Трактовать по-разному Я дважды уже на ваших На ваших передачах говорил Что экономические расчеты Показывают, что Не нарушая невозможно выжить Тихо-тихо-тихо Нет? Ну, есть экономические расчеты Которые показывают Что на сегодняшний день Для того, чтобы Легально существовать бизнесу Необходимо заплатить 64 копейки С оборотного рубля На налоги Обязательные платежи И побочные платежи И обязательства выполнения Остается от оборота 36 копеек От оборота Но в эти 36 копеек Должна войти вся себестоимость Зарплата и так далее И тому подобное Следовательно, если мы посмотрим Доходную часть и все платежи То рентабельность бизнеса Должна быть не менее 200 процентов бизнеса По реальной отчетности Бизнес Ассоциирует И показывает Официальные циферки От 8 до 35 40 процентов Рентабельности Вопрос Откуда берется Даже если он 40 процентов Получает рентабельность Откуда берется У него 160 достающих процентов Чтобы реально существовать Делаю вывод Что он не весь оборот показывает Вот и все Поэтому Сегодня не нарушая законодательство Или не будучи жуликом и вором И в этом Путин прав Не выживет малый бизнес Понимаете Такова система Ну хорошо Ладно Валерий Николаевич Людей надо поддерживать Которые работают в малом бизнесе Обычных людей Не собственников Вот Понимаете Ну как не надо Если шинный завод Сегодня отправил всех Без заплаты Вот пусковые нужды Ну как не надо Ну о чем мы говорим А почему не поддерживают тогда Это ко мне вопрос Ну Или к Путину Или к правительству Вопрос Почему вы не поддерживаете Был бы к Путину Почему не поддерживают Это вопрос На размышлении Нет Нет На размышлении Почему не поддерживают? То есть вы философски хотите порассуждать просто, да? Ну, я думаю, что с точки зрения построения общей системы есть и должна быть подушка безопасности для государства. Этой подушкой безопасности являются а. малый бизнес, и б. наемные работники. Так, мы сейчас на этом прервемся, уйдем на рекламу на полторы минуты и вернемся. Валерий Туролов, нашей студии, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер». Мы продолжаем подушкой безопасности, мы на этом остановились. Да, но подушка безопасности – это малый бизнес и наемные работники, потому что речь идет, по сути дела, о военном положении, когда все для фронта, все для победы, и поэтому люди не только должны отказаться от своей заработной платы, хотя здесь мы должны сделать маленькие… Отказаться от заработной платы? Вы слушайте, они отказываются, их заставляют отказаться. Подождите, а что… Они же без оплаты отправлены выпускать. Нет, я думала, вы имеете в виду, они должны работать, но работать и не получать за эти деньги. Нет, без оплаты. Но при Советском Союзе, если вы помните, выдавались соответствующие карточки, которые гарантировали жизнеобеспечение, а у нас этого нет. И в данном отношении я не удивлюсь, если на сегодняшний день будет объявлена такая же акция, как вот, знаете, все сегодня телеканалы показывают, у этой семьи больной ребенок, надо собрать денежки. Точно так же начнут собирать денежки на борьбу с этой угрозой бактериологического оружия, которое якобы к нам применено. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос выживаемости государства и получение сверхприбыли крупными монополиями, он как раз подразумевает то, что на сегодняшний день происходит. То есть чем сложнее ситуация, тем больше будут получать прибыли и сверхприбыли крупные госкорпорации, которые называются якобы госкорпорациями. А все остальные могут либо... Ничто ниоткуда не берется, никуда не девается. Следовательно, если у нас убыло, значит, у кого-то прибыло. Хорошо. Ну, рано или поздно, я надеюсь, по крайней мере, вся эта ситуация с коронавирусом закончится, и я очень надеюсь, что вырастет нефть и вырастет рубль, хотя бы немножко, да? И мы проснемся, как сейчас говорят эксперты в другой стране. Мы можем спрогнозировать, каким будет рынок? Вот на примере нашей Кировской области. У нас будет меньше малых и средних предприятий? Значит, меньше или больше, вы говорите? Меньше. Меньше будет, конечно. Чем сейчас? Будет. В процентном отношении можно сказать, насколько? По вашей оценке. Ну, по моей оценке, в том состоянии, которое есть, и с учетом того, насколько кто ворует из малого бизнеса, а мы выяснили, что все воруют, то... Мы в кавычке это слово все-таки возьмем, Валерий Николаевич, потому что вором человека могут называть только во время судебного процесса. Но, в крайнем случае, меня никто не убедит, что не нарушают законодательство. Хорошо, ладно. Выкручиваются. Выкручиваются, да. Вот, выкручиваются и выживают. То в данном отношении, по моим подсчетам, мы где-то 30% потеряем. То есть треть малого и среднего бизнеса в Кировской области закроется? Да. А куда пойдут люди, которые без работы останутся? Ну, это вопрос опять к правительству, потому что малый бизнес, если вы посмотрите в интернет, сейчас идут различные предложения, формулируются предложения, в том числе и деловой России, которые говорят, что в случае ликвидации предприятий и вынужденного увольнения работников, государство должно взять на себя обязанность за этих людей. А что это имеется в виду? То есть трудоустроить их должны? Трудоустроить и обеспечить... Так оно трудоустроит на зарплату в 4 тысячи или в 5, или в 7. Это уже другой вопрос, но обеспечить выживание этих людей они обязаны. Вот идет речь об этом. И что? Это еще деловая Россия, это же не Путин даже. Это даже в Конституции не прописали, Валерий Николаевич. Какая там Конституция? Что вы тут берете? Ну, какой-то блеф-то. Конституция какая-то. Ну что, не понимаете, что дурачат в очередной раз? Я понимаю. Ну, понимаете, да. Вы сейчас слушатели наши, я думаю, понимают. Да не все понимают, к сожалению. Подождите, все-таки возвращаясь. Хорошо, вы говорите, есть предложение, что государство должно взять ответственность на себя. Я, честно говоря, не верю, что государство возьмет ответственность за человека на себя в тех пределах, в которых сам этот человек брал на себя ответственность, пока работал. Мишустин же заявляет о том, что возьмет, и предложил губернаторам сформулировать предложение, создать соответствующие штабы и так далее и тому подобное. Поэтому, в моем понимании, если действительно у нас государство социально ориентированное, ориентированное на свой собственный народ, на его интересы, то, ну, если вчера не создали эти штабы, которые должны сгладить вот этот удар по конкретным людям, то сегодня их немедленно надо создавать. Но пока что-то как-то не создаётся. Ну, следовательно, это антинародное государство. Вот и всё. Валерий Турулов, в нашей студии мы продолжаем. У нас остаётся 5-7 минут, у нас остаётся до конца эфира. Валерий Николаевич, есть несколько тем. Первая – это история с несостоявшимся конкурсом и новоназначенным, как я понимаю, уже на должность главы администрации Осипов, да, с него, с Дмитрия Осипова, исполняющего обязанности заместителя главы администрации. Сегодня приставку ИО сняли, как я понимаю, да, и, насколько я понимаю, всё-таки состоится конкурс 27 апреля, повторный, и всем кандидатам, которые захотят участвовать в нём, видимо, придётся заново проходить все испытания. Вы наверняка за этой ситуацией следили, мы её в нашей студии обсуждали. Честно говоря, там на моей памяти такого не было, не знаю, может быть, на вашей памяти вы подольше за политикой следите в этом регионе, чем я, что-то было подобное. Можем ли мы предположить, что будет по результатам конкурса 27 апреля? Я думаю, что, конечно, можем. Осипов будет утверждён однозначно, я в этом просто убеждён. Другое дело, что будут даны более конкретные посылы, связанные с теми людьми, а, которые претендуют на эту же должность, и, б, отступной будет дан в отношении тех, кто будет его заместителями. Так, подождите, теперь расшифровывайте. Бекалёк, ряд ещё людей, которые звучат фамилии, я их знаю, но не хочу озвучивать, потому что это нанесёт ущерб будущей работе. То есть политическим силам, которые будут одобрять, либо не одобрять по результатам конкурса, будут предложены какие-то посты в администрации, вы это предполагаете? Совершенно правильно, да. Чтобы они могли на что-то влиять? Совершенно правильно. Подождите, это, получается, купят людей? Да. Ну, не купят людей, а предложат позицию для того, чтобы, как это в истории называется всегда, коалиционное правительство. Понятно, да? Понятно, понятно. Мы сегодня эвфемизмами, Валерий Николаевич, с вами разговаривали. Изопов язык никто не отменял, да. Хорошо. Есть ещё одна тема, которую мы тоже успеем с вами чуть-чуть затронуть. Вот эта история с возвращением дела Парка Победы в активную фазу, как я понимаю, да, дела по Парку Победы, предъявлено новое обвинение Леониду Ефаркину. И по некоторой информации обвинение, вот, ну, собственно, часть 4 статьи 159 УК РФ, это мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору группы лиц. Да, по некоторым данным, примерно в такой же формулировке обвинение может быть предъявлено и Владимиру Быкову. И когда вся эта история сначала состоялась, да, в суде, и человек даже уехал, я имею в виду Леонида Ефаркина, отбывать наказание, да, ну, вышло здание суда, так сказать, уже в статусе определенном, да, а потом был освобождён, все говорили о том, это для того, чтобы вернулась уже иная компания. Ну, насколько я знаю, Ефаркин где-то даже оговорился и сказал, что мы ещё вернёмся к этому вопросу, потому что его не удовлетворило то, что на него всё повесили. Так, и что будет теперь? Я думаю, что будет возобновлено обвинение в отношении генерала Быкова. Владимира Васильевича мы имеем в виду, бывшего главу города. Будет обвинение, потому что те показания, которые давали его приближённые, они имеют юридическую силу доказательств того, что он осуществлял давление на принятие незаконных решений по отчуждению земельного участка. Ну, там и по другим делам, которые слушались громкие уголовные дела, тоже называлась фамилия Владимира Васильевича. То есть он осуществлял прямое давление и приказывал исполнять то, что он считает необходимым в нарушении законодательства. И поэтому я думаю, что сегодня обмолчать, если на том этапе ещё сдержаны были люди, то на сегодняшний день абсолютно никто не захочет брать на себя ответственность за ту махинацию и то кощунство, которое было осуществлено в Парке Победы. То есть вы думаете, что Владимир Быков вместе с Леонидом Ефаркиным будут находиться на скамье подсудимых? Совершенно правильно. Кто-то будет ещё там или они будут вдвоём? Ну, гадать на кофейной гуще это не пристало нам, наверное. Я думаю, жизнь дальше покажет. Скорее всего, кто-то ещё появится из тех лиц, которые были ответственными. Но они, думаю, будут находиться, как это сейчас называется, в статусе свидетелей? Не статусе свидетелей, а содействие, когда идёт следствие. А, я поняла. Понимаете? Да-да-да, в особом порядке. В особом порядке они будут освобождаться от уголовной ответственности для того, чтобы дать полную объективную информацию свидетельскую. Понятно. Ага. А для двух людей, о которых мы сказали, которых называют, то есть Леонид Ефаркин и Владимир Быков, этот механизм возможен будет, как вы думаете? То есть дело может слушаться в особом порядке, они могут признать вину? Я думаю, что да, это может быть, но слишком далеко вошла уже вот эта вот ситуация, потому что вы же понимаете, что удар будет очень серьёзный, нанесён, и нами неконтролируемый уровень власти, федеральной власти, потому что подобная процедура не могла без согласования быть осуществлена на верхнем уровне. Поэтому будут приложены все силы для того, чтобы Быков в особый порядок не вошёл. Ага. То есть, несмотря на то, что Владимир Васильевич возглавлял долгое время местные, Единую Россию, и, собственно, вся эта история – это огромный удар по репутации. Потому что тот, кто курировал его, он уже почувствовал тоже невсесильность свою. Понятно. Понятно, да? То есть, в данном отношении, ну, это до определённого этапа срабатывает, а дальше уже включаются совершенно другие силы. То есть, вероятнее всего, просто федералы, да, даже теперь будут требовать крови, что называется. Да, да, да. Особого порядка они не признают, и в данном отношении, думаю, что будет искаться компромисс, что Владимир Васильевич вынужден будет взять всю ответственность на себе. Ещё один вопрос. Как вы думаете, процесс будет открытым? Не знаю. Я думаю, что если коронавирус продлится, то будет закрытым. Будет закрытым процесс. Это правда. Суды сейчас не принимают посетителей, мы об этом говорили, да, и огромное количество дел слушается вообще непонятно, в каком формате или не слушается. Ну, военное положение, в виду, да. Ну, что там? Очень надеюсь, что скоро оно всё-таки закончится. Очень как-то тяжело жить по законам военного времени. Всё, как это, не бывает более постоянным, временное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Валерий Турулов, в нашей студии президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнёрства «Биотехнологический кластер» и депутат Законодательного собрания Кировской области 5-го САЗы, 4-го и 5-го, и, по-моему, ещё председатель экономического комитета, да, насколько я помню. Благодарю Валерию Николаевичу, спасибо большое, Валерию Турулову, Анна Лапшина, мы прощаемся. Давайте, до свидания.